В 80-х годах прошлого столетия дети с ограниченными возможностями считались необучаемыми. Позже для них разрабатывались специальные программы обучения. Только в 90-х годах на смену этому пришла инклюзия. В семинаре, который прошел в Новополске, приняли участие представители городской власти и учреждения образования города. Инклюзивность системе образования, доступность объектов образования и методика мониторинга доступности зданий. С этими вопросами выступили модераторы семинара. Инструментом мониторинга доступности зданий является специально разработанная анкета. Это такая анкета, которая разработана специалистами, в которую входят совершенно объективные требования белорусского законодательства в части строительных норм. Также она учитывает именно характер и контекст педагогических процессов. То есть, что необходимо, что первоочередное, что без чего невозможно обойтись. То есть, приоритеты расставлены. Основной показатель анкеты – это получение образования ребенком с ограниченными возможностями наравне с другими. А для этого необходимо безбарьерно попасть в учреждения образования и уже там беспрепятственно перемещаться. В ходе мониторинга изучаются архитектурно-планировочные показатели здания и городская среда по пути следования к объекту образования, в том числе и доступность транспорта. Администрация города, специалисты сферы образования и лица с ограниченными возможностями сообща уже на протяжении нескольких лет реализует проект «Новополоск» от инклюзивной школы к инклюзивному городу. Финансирует проект представительство Европейского союза в Республике Беларусь и городской бюджет. Изучая международный опыт, за эти годы в Новополоске уже сделано немало. В рамках проекта на базе восьмой школы сделано уже, в принципе, очень много. Открыт дистанционный класс, также запущен лифт, закуплены инвалидные коляски, которые уже прошли апробацию, скажем так, наши дети уже пробовали танцевать. В этом году, к первому сентября, планируется открытие инклюзивной спортивной площадки. Учреждения образования Новополоска будут продолжать свою деятельность по созданию безбарьерной адаптивной среды и в дальнейшем. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ